Приветствую вас! Мне кажется, что прежде чем отвечать на вопрос, стоит ли дарить на третьей встрече цветы, стоит сперва заострить внимание на то, какое значение вы вкладываете, например, в эти цветы, то есть что они значат именно для вас, например, эти цветы. Не будете ли вы, например, разочарованы тем, что, вот, к примеру, цветы вы, допустим, подарили, да, девочке, а она этого не оценила, к примеру. То есть вот, не будете ли вы не удовлетворены ее реакцией. То есть цветы можно дарить и вообще что угодно можно делать, только в том случае, если у вас нет каких-либо ожиданий от девушки, если вы не ждете от нее какого-либо победения, если вы не ожидаете от нее какого-то действия в ответ и так далее. В таком случае, да, можно дарить цветы и вообще что-либо делать в таком случае можно. Вот, но если вы не уверены в том, что не будете ждать чего-либо от нее в случае, если она, в случае, если подарите ей цветы, то в таком случае, наверное, лучше ничего дарить не стоит, потому что ничего хорошего в таком случае не получится. Вот. Дальше. Встречали с девочкой один год, один месяц, расстались. Ну, Данил, во-первых, если вы с ней встречались, то, наверное, у вас было что-то общее. Вот. Вот. Это первое. Второе. Второе. Значит, помимо того, что вас что-то объединяло, да, у вас, ну, были, наверное, ну, были, наверное, друг к другу некие чувства. Я так думаю. То есть тут вот все-таки мне кажется, что надо бы поисследовать вот этот в том числе еще момент. Вот. То есть если вы, там, если у вас есть чувства к девочке, если у вас есть к ней, ну, если у вас есть к ней какие-то чувства, вот, то нужно определиться с тем, какие это чувства вообще. Что они из себя представляют. Вот. И когда вы встречались, как вы воспринимали друг друга? Вот. То есть, ну, вот, ну, откровенно. Как именно вы воспринимали друг друга? Как вы друг друга, там, например, понимали, да? Да? Вот. И так далее. То есть это вот, на мой, на мой взгляд, эээ, нужно, эээ, поисследовать это, на мой взгляд, это нужно, эээ, изучить. На мой взгляд, этот момент. Эээм. Дальше. Расстались. Эээ, ну, здесь тоже очень важная такая история, да? Эээ, если вы расстались, то, из-за, из-за чего вы расстались? А почему вы расстались? Что привело вас, например, к расставанию? Вас, вас, обоих, допустим, что привело к расставанию? Вот, это очевидно, что какие-то вещи все-таки были. Вот. И это, мне кажется, эээм, тоже нужно поисследовать. Если мы хотим, эээ, разобраться в том, что с вами сейчас происходит. Например. Дальше. Я работал в другом городе, она в другом. Общались серьезно, она сказала, что любовь прошла, мы выяснили отношения очень долго. Эээм, тут, если честно, опять же, эээ, скорее вот, ну, скорее непонятно, чем понятно. Потому что вы говорите, что вы сняли отношения, ну, вы сняли отношения, я так понимаю, долго очень вы сняли отношения, получается. Или как. То есть, вот тут, мне кажется, эээм, надо бы определиться с этим. Так же. Дальше. После 60 дней, с момента расставания, она видела меня в клубе, я танцевал с другой девочкой, и сразу написала с утра, мне все с тобой понятно. Ну, то есть, имеется в виду, что отношения были, видимо, эээ, до конца не завершены, получается. А, ну, у вас. И, соответственно, ну, видимо, она сдала что-то другу, видимо, она что-то сдала от вас. Видимо. Я так, я так, вот, думаю. Вот, ну, получается, получается, так что она от вас, вот, с чего-то сдала. Эээ, ждала какого-то поведения, ждала каких-то действий, видимо, видимо. Я не знаю, я пока просто говорю, вот, как им, как мне видеться этот момент. Ну, пока что. Дальше. Так, эээ, опять же, вопрос. Как вы восприняли то, что она вам, вот, такое написала? По сути. Ведь, эээ, по сути, её поведение, по сути, оно, такое несколько манипулирующее, я бы сказал. Ну, вот, с её стороны, ну, всё с собой понятно. Притом, что, прошло, прошло, ээ, больше двух месяцев с момента, как вы расстали это, получается. То есть, это, ну, довольно-таки, эээ, такая манипулирующая позиция. Очень важно понять, как вы, эээ, её восприняли. Вот. То есть, позитивно, непозитивно. Эээ, дальше, дальше. Так, эээ, на следующий день позвал в кино. А, зачем? Вот именно вы, эээ, зачем позвали, эээ, её в эээ, кино? Ну, как, ну, конкретно, вот, вы, то есть, после того, как она сказала, что, эээ, ну, что с вами, с вами ей, эээ, всё понятно, да, вы, получается, это, назовёт её в кино. Ну, то есть, это, не очень понятная позиция, да, тут, мне кажется, нужно подумать, опять же, на что вы сами рассчитывали, вот именно вы, эээ, конкретно, на что надеялись, на что рассчитывали. Вот, потому что, может быть, эээ, есть какие-то особенности, может быть, может быть, есть какие-то особенности, эээ, вашей ситуации, ээээ, о которой, например, мы не знаем, о которой, например, я не знаю, вот. И, которая, собственно, вот, как-то делает возможным, эээ, вот, то, что вы описываете сейчас. Потому что, ну, пока, получается, что девочка просто вами манипулирует, вы, эээ, условно говоря, как-то, поддаётесь на её манипуляции, позволяет ей манипулировать с собой, вот. И, эээ, что дальше? Куда дальше вас это проведёт? Дальше. Так, эээ, согласилась, встретился, встретился с работой, сегодня договорились опять навстречу, разговаривать неохорно, стоит ли нам в третьей встрече дарить цветы? А, ну, опять же, момент какой, эээ, дарить, эээ, дарить цветы, чтобы, чтобы что? В итоге-то. То есть, ну, к примеру, эээ, может быть, и можно, эээ, может быть, эээ, может быть, и можно, эээ, подарить ей, эээ, цветы, но, что вы хотите, получите в ответ. Если вы хотите, например, там, ну, я не знаю, чтобы она каким-то образом относилась к вам, допустим, то этого вы, может быть, не получите. Вот. Потому что, ну, как бы, эээ, потому что, непонятен её настрой, эээ, как бы, вот, эээ, по, по отношению к вам, эээ, пока, пока что. То есть, тут, опять же, очень многое зависит именно от того, эээ, что, с чего вы хотите, и на, на что именно, вот, ээээ, вы рассчитываете. Здесь, здесь, вот, конкретно. Вот. А, мне, мне, мне кажется, ну, мне кажется, что, так вот. Примерно. Ну, можно ответить, эээ, вам, на, вопрос, как, который вы задаете, здесь. Вот. Опять же, опять же, да, опять же, эээ, момент. Эээ, какой, вот, так, ну, такой, достаточно важный момент, эээ, заключается, эээ, что, да, насколько вы, эээ, сами, вот, про цветы, вот, вы спрашиваете, да, насколько вы сами, ээээ, ну, готовы что-то делать для неё, вот так. То есть, почему у вас появился этот вопрос, эээ, давать, эээ, ну, как бы, дарить цветы или нет? То есть, а что мотивирует вас, эээ, к примеру, там, ну, сомневаться, допустим, допустим, в этом, почему, почему вы сомневаетесь в этом? Да, почему вы, почему вы сомневаетесь в том, ээээ, дарить цветы или нет? что мотивирует вас сомневаться, что вас смущает в этой ситуации. Понимаете, если, к примеру, если, к примеру, вы боитесь быть слабым, допустим, если вы боитесь быть слабым, ну, это скорее вот больше такая ваша проблема, то что вы почему-то боитесь быть слабым, и вы не готовы, там, допустим, что-то делать для того, чтобы, условно говоря, ваша женщина была довольна. Вот это опять же я вас не заставляю, ни к чему не принуждаю, ничего. Просто я хочу понять, ладно. Понимаете? Какая штука. А пока что... То есть, ну хорошо, это слабость. Это слабость, допустим. И что дальше? Что с того, что это слабость? Ну, слабость и... что в этом... что в этом такого? Мне кажется, что в этом направлении вам имеет смысл... как-то вот поразмышлять. Вот. Понятно, да? Дальше. Кхм. Обладил кучу формов, ничего только не напитым, 9 процентов, говорят, что я забей, это будет древнение за ипландовство, что посоветовать. Ну, вот опять же, да, есть ощущение, что вы не совсем... не совсем... не совсем понимаете... Характер... Характер... Работы... Психолог... Понимаете? То есть, мы не занимаемся советами. Мы... Мы... Занимаемся... Помощью... А... Человеку... Помощью людям... А... В... Понимании себя. Вот. Но мы не занимаемся... А... Вот. Собственно... Советами. Это... Наверное, это было бы неправильно. Давать... Именно советы. Вот. Понимаете, какая штука? Поэтому, если вам нужен совет, то я боюсь, что вы обратились немножко... Не по адресу. Я боюсь, что мы вам помочь. Помочь именно в этом не сможем. Если вы хотите совет, лучше... От нас. Какой-то. Вот. А если вы хотите разобраться в отношениях, если вы хотите разобраться в себе, то да, тут, конечно... А... Безусловно, мы можем... Сможем... А... Помочь вам. В этом... В этом смысле. А... Вот. Я бы сказал, что так... На самом деле, я бы сказал, что... Ну, я бы сказал, что вот такой можно... Ам... Ам... Дать вам... Ам... Ам... Ответ. Я бы сказал, что вот... Так можно вам ответить. На вопрос. А... Который вы... Который вы... Который вы задаете. Вот. И надеюсь, что... Вам это... Ам... Собственно говоря... Пом... Поможет. Надеюсь, что вы... сможете для себя какие-то вещи увидеть здесь, раскрыть, вот, и лучше прочувствовать. Но, в целом, в целом, нужно, наверное, больше информации о вас, больше информации о, ну, о ваших, о том, как вы устраиваете отношения с девушкой, вот. Какие у вас ожидания, возможно, чего вы хотели бы, опять же, вот. Это все очень важные аспекты, без которых, ну, наверное, не получится оказать вам помощь, в принципе. Вот, вот примерно, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно, как минимум. Надеюсь, что дал вам ответ, который вы хотели получить. Вот, надеюсь, что это было для вас познавательно. Вот, если, соответственно, остались у вас вопросы, выбирайте себе эксперты и начинать работать с ним по данному направлению. Вот, ну, а если вам понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok